Всем привет и как вы уже наверное знаете, я наконец-то закончил прохождение первой части Silent Hill и теперь решил записать видео по лору этой игры, где мы более подробно разберемся, что же произошло в курортном городке Silent Hill и что превратило его в такое кошмарное место. А для большего понимания сюжета, я расставлю все произошедшие события в хронологическом порядке. Итак, давайте приступим. Очень давно, еще до того, как город стал курортным, в нем был распространен некий культ, который исповедовал странную религию, что-то связанное с оккультизмом и черной магией. Красивые виды природы и озера, вокруг которого был построен город, сделало его привлекательным местом для туристов. Город разрастался и его начали заселять новые жители. Культ, похоже, был против этого, вследствие чего начинают происходить загадочные смерти людей, которые принимали участие в развитии курорта. Одной из самых приверженец представительниц культа была Даля Гелеспи, которая была очень известна в городе. У нее была дочь Олеса. С самого рождения Даля вбивала в голову Олесе различную религиозную нить, заставляя читать ее соответствующую литературу, молиться перед алтарем и жестко наказывала ее за неповиновение, запирая на чердаке дома. Даля верила, что ее дочь обладает некой силой и верила, что именно ей суждено стать матерью божьей и родить бога, который освободит людей от боли и страданий и создаст истинный рай. Но, несмотря на все это, Олеса до последнего любила свою мать. Одноклассники из младшей школы Мидвич знали об учениях Олесы и всячески ненавидели ее, желая ей смерти. Когда Олесе исполнилось 7 лет, Даля решает ускорить процесс рождения бога путем сожжения своей родной дочери заживо, ведь она верила, что ее бог питается и растет за счет страданий человека. Даля проводит некий обряд сожжения, который приводит к пожару в доме. Либо она просто поджигает свой дом вместе с Олесой. Дальше происходит самое загадочное событие первой части, которое тяжело объяснить. Во время пожара Олеса каким-то образом разделяет свою душу на две части. Одна часть души остается глубоко в подсознании Олесы, а другая воблащается в виде младенца, которого впоследствии находит на шоссе Гарри с женой. Так как часть души Олесы была утеряна, план Далли был сорван, но она придумывает новый. С самого начала Далли была в сговоре с доктором Кауфманом, пообещав ему огромную власть, если ее дочь родит бога. Во время пожара Олеса получает страшные ожоги всего тела, но все еще остается жива. Кауфман, обладая большими связями в городе, подменяет тело Олесы и инсценирует все как несчастный случай. Настоящую Олесу помещают в скрытую палату госпиталя Алхимила, а Кауфман просит медсестру Лизу присматривать за Олесой и держать все это в тайне. Скорее всего Лиза делала это в обмен на дозу, так как плотно сидела на наркотике ПТВ, который был очень распространен в городе. Наркотик изготавливался на территории Сан-Хилла из цветка Белая Клаудия, который вызывал галлюцинации и использовался в религиозных обрядах индейцев. Возможно, за идеей Кауфмана создавать наркотик из Белой Клаудии стоит именно Далли, с ее обширными знаниями древней религии. После появления в городе наркотика ПТВ, при странных обстоятельствах, от сердечного приступа умирает мэр и офицер наркополиции Гуччи. Возможно, это Кауфманс далее таким образом избавлялись от людей, которые им мешают. Но также возможно, что наркотик ПТВ позволял увидеть внутренний мир Олесы, еще до того, как она обрела всю силу. И люди, которые принимали этот наркотик, находили смерть в ином мире. В реальности же они умирали от сердечных приступов. То же самое можно сказать про Лизу, которая ухаживала за Олесой и употребляла ПТВ. В своем дневнике она описывала странные вещи, которые происходят с ней. Возможно, это были просто галлюцинации, вызванные наркотиком. Но возможно, она уже начинала видеть мир Олесы. В течение семи лет в Олесе поддерживают искорку жизни при помощи, как выразилось далее, неких заклинаний. Что имелось в виду, остается только догадываться. Но это должно было причинять ей огромную боль и страдания, чтобы подпитывать Бога и заставить вернуть в город вторую часть души. В то время, как страдала Олеса, вторая оторванная часть души Шерилл росла счастливой жизнью. Когда Шерилл было три года, умирает ее приемная мать, и Гарри воспитывает дочь один. В семь лет Шерилл начинает чувствовать страдания Олесы и просит отца отвезти ее в город Сайлент-Хилл. Как только Шерилл и Гарри приезжают в город, они попадают в аварию, а две частички души соединяются, и Олеса получает всю силу, и начинается кошмар. Вся эта злоба и ненависть, которая копилась в Олесе на протяжении семи лет, выливается на город в виде иного мира. Помните книгу в библиотеке школы, в которой было написано, что внутренняя психическая активность человека может иметь внешние проявления физического характера и даже являться причиной таких загадочных явлений, как полтергейсты. По определенным причинам особо высокой силы обладают отрицательные эмоции, такие как страх, волнение, боль, ненависть, испытываемые девочками-подростками. В свое время пользователь под ником SilentPiramid писал очень интересные вещи по этому поводу. Сила мысли и чувств может оказывать некоторое воздействие на окружающий мир и, в частности, на других людей. Иными словами, психическая деятельность любого человека не ограничивается лишь внутренним миром этого человека, и под влияние внутреннего мира Олесы попадает целый город. Вследствие воздействия силы иного мира, Гарри и группа других людей начинают постепенно погружаться в мир кошмаров, пострадавшей при пожаре девочки. И чем большую силу он набирает, тем более ужасным предстает перед людьми этот мир. Когда влияние иного мира становится достаточно сильным, связи людей с реальным миром ослабевают, и они полностью погружаются в иную реальность, начиная воспринимать лишь ее. Это можно проследить в течение всей игры, когда в конце Гарри полностью погружается в подсознание Олесы. И этот так называемый внутренний мир наполнен монстрами, которые по сути являются фобиями, которые испытывала Олеса при жизни. А также он подчиняется определенным законам, которые она верила. Например, такие вещи, как Лаурос, Аглаофотис, Знак Самоэля, все эти вещи были навеяны Олесе религиозными учениями, в которые маленькая девочка уверовала, и они реально работают в ее мире. Также маленькая девочка, находящаяся под влиянием религиозных убеждений своей матери, начала верить в Бога. И в ее внутреннем мире Бог действительно начал существовать. Можно сказать, что вся эта идея с принципами внутреннего мира является фундаментальной в серии Silent Hill. Тут еще нужно отметить, что и сам город не совсем обычный, но в первой части игры об этом ничего не говорится. Похоже, первая, кому мстит Олеса, это Лиза, которая, попав в иной мир, умирает, но ее сознание застревает в кошмаре, и она до последнего считает, что она еще жива. Даже после того, как Даля попадает в кошмар Олесы, она все еще пытается поймать ее, чтобы закончить ритуал. Самой ей не удается подобраться к Олесе, и она использует Гарри, дав ему флаурос. И это был правильный ход, так как в Олесе находилась частичка души Шерил, которую Гарри так сильно искал, и, скорее всего, также она не хотела причинять вред своему отцу. Олеса перемещается по городу, создавая знаки Самоэля. Далее говорит Гарри, чтобы он остановил ее, так как эти знаки погрузят город во тьму. На самом деле, Олеса создавала печати Метатрона, которые, как она верила, должны были предотвратить рождение Бога. При помощи Гарри и Флауроса Далее все-таки удается поймать Олесу. Кауфман, который хотел заполучить силу, но в конечном итоге застрявший в кошмаре, разочаровывается с делкой с Далей и пытается предотвратить рождение Бога, используя Аглаофотис, который он припрятал от Далии. Что такое вообще Аглаофотис, это никак практически не объясняется в первой части Саунт Хилл. Аглаофотис это своего рода чудедейственная жидкость, которая способна изгонять злых духов и демонов. Но вместо этого она лишь извлекает не до конца сформированного демона из тела Олесы. А далее, которая так желала его рождения, первая же погибает от его рук. Гарри убивает демона, но сама Олеса еще жива и дарует Гарри младенца. Мир Олесы начинает рушиться, но Гарри с ребенком удается спастись. И на этом заканчивается первая часть игры. Ну вот и все, надеюсь, что я хоть как-то объяснил для вас некоторые непонятные моменты, ну или по крайней мере я пытался это сделать. Ну а с вами был Голодный, всем до скорой встречи и пока-пока.